Вы слушаете канал жаж.клаб, возможно ли выиграть в казино? Тысячи людей каждый день проигрывают в казино миллионы, и хозяева игорных заведений этим очень довольны. Но стоит лишь одному человеку обыграть их, как они тут же начинают принимать суровые меры. Житель Испании Гонсало Гарсия Пилайо с самого детства обожал азартные игры. Из-за этого он даже закончил математический факультет, ведь, фундаментальные знания позволяют максимально точно рассчитать вероятность выигрыша в картах или на рулетке. Но, видимо, в душе Гонсало Гарсия Пилайо кроме азартной страсти присутствовала еще и ледяная осторожность. Только этим мы можем объяснить тот факт, что испанец пошел на штурм казино, когда ему было далеко за 40 лет. Наш герой работал звукорежиссером и продюсером, раскрутил несколько звездочек и реальных звезд на испанской эстраде, стал отцом пять раз. Но все это было не то, хотя, забегая вперед, скажем, что с потомством у Гарсия Пилайо очень удачно получилось. Многочисленные отпрыски сильно помогли ему в нелегкой битве с игорными заведениями. Но это потом, а пока успешный продюсер был не саснен. Мысль стать богатым за счет казино приходила к нему в голову по несколько раз в день. А как избавиться от назойливого желания? Только реализовать его. И Гонсало решил, что его время наконец-то пришло. Он воспользовался одной проверенной методикой, придуманной еще в XIX веке. Дело в том, что рулетки, как бы ни старались производители, далеки от идеала. Некоторые из них работают с особенностями, определенные номера на них выпадают чаще обычного. И такие «колеса удачи» при желании можно найти в любом игорном заведении. Вот тогда испанец очень обрадовался тому факту, что он многодетный отец. До этого момента это обстоятельство приносило ему постоянные хлопоты и большие расходы. Но теперь, впервые в жизни, пятеро взрослых детей помогали получить доход. Охота на миллионы началась. Семейство отправилось в казино. Там оно лишь изредка делало маленькие ставки, но чтобы не привлекать внимание охраны. Большую часть времени Гарсия Пилайо записывали выигрышные номера. Дома продюсер-математик вводил полученную информацию в компьютер и рассчитывал ее с помощью сложной формулы, придуманной им самим. Вскоре данных собралось достаточно. И наш герой высетал, что его шансы на 15% больше шансов казино. Главное, делать ставки на правильные номера на нужных столах. А их испанец уже отлично знал. В 1991 году, буквально за неделю семейство Гарсия Пилайо, обуло казино на солидную для Испании сумму в 150 тысяч долларов. Охрана сообразила достаточно быстро, и удачливых игроков просто перестали пускать в игорное заведение. Однако оно, естественно, было далеко не единственным в Испании, и Гарсия Пилайо с семейством направился туда. Действовали по отработанной схеме, поиск рулеточных колес с особенностями, запись номеров, вычисления на компьютере, и только тогда игра с хорошими ставками. Надо ли говорить, что очень скоро, везунчиком, были не рады абсолютно во всех испанских казино. Пришлось нашему герою отправляться за границу, Андорра, Австрия, Дания, Голландия и даже далекая Австралия. И только в Россию Гонсало Пилайо благоразумно решил не соваться. Выигрыши в наших казино были даже больше американских, но на дворе вовсю стояли лихие девяностые. Если культурные испанцы просто выводили из игральных залов чересчур удачливых игроков, то в России горячие коротко стриженные парни могли и голову оторвать за такие фокусы. Понятное дело, что в итоге Гонсало и его дети попали в черные списки во всех мало-мальски значимых казино. Пришлось Гарсия Пилайо уйти, на пенсию, тем более, что денег семейство заработало немало, до 5 миллионов долларов, что для начала 90-х годов прошлого века было целым состоянием. Озлобленные владельцы казино не замедлили подать коллективный иск на ловкого игрока, обвинив его в мошенничестве. Сам Гарсия Пилайо виновным себя не признал. Ведь он не жульничал, а просто находил слабые места в конструкциях рулеток и использовал это, чтобы выиграть. Судебное разбирательство затянулось на долгие 10 лет. В итоге Верховный суд Испании полностью оправдал продюсера математика. На прощание Верховный суд даже дал владельцам казино весьма полезный совет. Господа, если хотите, чтобы вас не обыгрывали, тщательно следите за состоянием своего оборудования, а лучше закажите себе новые, более совершенные колеса для рулеток. В 2012 году. Продолжение истории читайте на сайте jah.club